Константин Чит, ТХ-4, озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции и напитка Изониум. Утро началось с осточертевшей гигиенической процедуры. Намочив кусок ваты в растворе перекиси водорода, я тщательнейшим образом протер жировые складки своего немаленького тела. Повторение проблем с кожей, случившейся со мной в школьном возрасте, я больше не хотел. Тогда мне пришлось почти три месяца мазать воспаленные участки вонючей мазью, что вкупе с постоянным потоотделением не добавляло любви окружающих к моей персоне. Вонючка. Жирная вонючка. Самые безобидные из придуманных сверстниками кличек, раз и навсегда заставили меня смириться с необходимостью уделять внимание своему организму. Впрочем, несмотря на усилия, тело, как и внешность, оставляло желать лучшего. Основной проблемой всей моей жизни являлся избыточный вес, достигший к нынешнему двадцатилетию более двухсот килограмм. Пережив старшую школу, когда гормоны бурлили и все делилось на белые и черные, нынешний я уже успокоился и принимал мир таким, какой он есть. Добродушие и инфантильность стали моим вторым я. Что бы ни происходило, кто бы, что бы ни говорил или делал, чаще всего я улыбался и ничего не предпринимал. С верстником, подрошим так же, как и я, уже порядком приелось доставать меня по любому поводу. Найдя другие, более увлекательные темы, они перестали обращать на меня внимание, и некоторые из них даже стали здороваться при встрече. Здорово, жирный! Куда пошел? Сидя в тенечке на скамейке у подъезда, Тимоха из третьего дома окликнул мою грузную фигуру. На лекцию? Остановившись, я повернулся к нему в полоборота. Иди давай, не стой со мной рядом! Замахал руками парень, словно отгоняя назойливую муху. Молча развернувшись, я продолжил движение. Опасения Тимохи, что кто-то увидит нас вместе и решит, что мы дружим, были пережитком из детства. Многими поступками людей управляли закостенелые рефлексы, а сознание чужой ограниченности вызвало на моем лице улыбку. Продолжая идти к автобусной остановке, я старался держаться в тени высотных домов, нависающих над дорогой. Прийти на лекцию, пропотев и взмокнув, мне не хотелось. Впрочем, основной контингент, посещавший по выходным дням актовый зал Дома культуры, удивить отдышкой или мокрыми подмышками было сложно. Лекция для тех, кто хочет похудеть, собирала от силы человек 30. Многие приходили и уходили, не найдя для себя вдаваемой информации ничего нового. Но были и такие, кто без пропусков посещал все собрания. Я был одним из таких постоянных клиентов, и имею для этого довольно веское основание. После теоретической части, занимающей у лектора минут 20-30, в актовом зале организовался мини-магазин. Среди предлагаемого ассортимента, лично я покупал смесь протеинового коктейля. В отличие от интернет-магазинов или обычных торговых точек, цена здесь была ниже рыночной, а шанс купить подделку равнялась нулю. Сочетание «дешево» и «качественно» гарантировалось организаторам лекций и владельцам мини-магазина. Никифор Никифорович был одним из нас, имея к своим 42 годам вес 170 килограмм. Зная не понаслышке, как трудно толстым людям найти работу, и, что более важно, иметь силы ее выполнять в полном объеме, он старался помочь в меру своих сил и коммерческих наклонностей. Итак, в прошлый раз мы говорили о пользе клетчатки и о ее роли в метаболизме человеческого организма. Сухонький старичок, работающий в местной больнице диетологом, начал очередную лекцию о здоровом питании. «Сегодня же я расскажу про каротин, который содержится не только в моркови, как многие из вас думали до сегодняшнего дня». Прикрыв веки, я пропускал зудящий текст мимо ушей. Темы лекций шли по кругу, и я уже слышал их все не по одному разу. Основной идеей, которую диетолог пытался донести до людей с избыточным весом, являлась догма о помощи организму в усвоении пищи. По его словам, проблема толстых людей была в том, что вследствие тех или иных причин естественный метаболизм не смог справиться с употребляемой в привычной жизни пищей. И все, что требовалось для снижения избыточного веса, это правильный подбор продуктов, а также знание стадии их обработки, облегчающих усвоение. «Ну что, все не как обычно? Или возьмешь что-нибудь еще?» Повернулся ко мне Никифор Никифорович. «Ну, если только вкус сменить, банановый уже горло не лезет». Кивнув настоящий в один ряд банки, я указал на ванильную. «Постоянному клиенту самое лучшее!» По-своему пошутил Никифорович, и чуть склонившись к прилавку, он сымитировал доверительный голос. «Есть новый товар. Снижает вес за неделю на полкило. И никаких диет!» «Ну, вроде ничего так». Не желая говорить о том, что многие новые средства, после того, как начинаешь их прием, дают с ног сшибательный, но кратковременный эффект, вежливо прокомментировал я. «Ты не понял, слушай сюда!» Без труда догадавшись, о чем я думаю, Никифор Никифорович попытался еще больше склониться над прилавком, но только навалился пузом на находящийся между нами товар. «Китайцы новый прибор придумали. Ночь на руке, по виду обычный браслет. Он что-то там излучает, и это улучшает метаболизм». «Интересно, скорее из вежливости, нежели чем по заинтересованности обронил я». «Смотри сюда!» Никифор Никифорович склонился под прилавок, достав из полосатой хозяйственной сумки картонную коробочку. Края коробки оказались слегка помяты, однозначно свидетельствуя о длительной транспортировке силами почты России. Вакуумная упаковка, когда-то обеспечивающая герметичность внутренностей, оказалась аккуратно срезана по торцевой части. Краска на одном из сгибов облупилась. Судя по всему, коробку открывали и закрывали довольно часто. «Бэушный?» Озвучил я очевидное. «Ты на упаковку не смотри!» «Браслет новый!» «Если сможешь найти на нем хоть одну царапину, я тебе его в половину цены отдам!» Коммерсантская натура Никиф Никифыча не смогла остаться безучастной. Почем, кстати? Взяв в руки металл, оказавшийся на удивление податливым к сгибанию, я осмотрел со всех сторон 15-сантиметровую полоску. 20 тысяч! Обескуражил меня продавец. «Спасибо, нет!» Тут же, потеряв интерес к вещи, я протянул ее назад. «Юр, подожди!» Не став принимать товар, Никиф Никифыч чуть помялся и выдал. «Ты ж на факультете иностранных языков учишься!» «Вроде бы говорил, что переводчиком с китайского будешь работать!» «Ну да!» Удивленный, что он запомнил сказанное мной почти год назад, подтвердил я. «Тут такое дело!» Опять замявшись, мужчина наконец-то решил и продолжил. «Ты ж знаешь, я всегда ищу что-то новое, что может помочь нашему брату!» Вот и нашел на свою голову. «В одном блоге ролик увидел, китайский. Там при помощи этих браслетов люди реально худеют!» «Кстати, в интернет-магазинах их нет!» «Ну, да сейчас не об этом!» «В общем, у меня этих браслетов 16 штук!» «Оптом взял!» «Если их продажи нет, как тогда вы их купили?» Полюбопытствовал я. Со слов Никиф Никифыча оказалось, что российские предприниматели давно уже экспортируют китайскую продукцию на родину, не ставя власти Китая об этом в известность. Наиболее успешно из них даже предоставляли услугу резервирования локального адреса. С последующей переадресацией полученного на месте товара за границу. Там схема, как два пальца! Старый китаец за килограмм риса подписывает бумаги о получении товара. Ну, а коробки идут дальше, уже в Россию. Вспомнив про браслет, продавец взял его из моих рук и положил назад в коробку, после чего перешел к проблеме. «Только вот комплектации к товару нет инструкции!» «А он вообще работает?» усомнился я. «Работает он, работает!» «Только как активировать?» «Непонятно!» Вновь достав полоску металла из коробки, он покрутил ее со всех сторон, демонстрируя отсутствие каких-либо кнопок и дисплеев. «И чем я могу помочь?» Уже догадавшись, что он хочет, тем не менее спросил я. «Поищи в сети информацию на китайских сайтах. Я в этих иероглифах ничего не понимаю!» Озвучил свою идею Никит Никифыч. Сделав вид, что задумался, я взял пустую коробку в руки. На боковых гранях имелось множество надписей, и одна из них содержала адрес сайта производителя, обозначенный непривычными www, а китайской клинописью. «Сколько заплатите?» Едва сдержав улыбку, я начал торг. Торговаться, как выяснилось, я не умел. Так что результатом нашей договоренности стала перешедшая в мою временную собственность коробка с браслетом. Если я не смогу разобраться, как его активировать в течение пары недель, то браслет следовало вернуть. Ну а если смогу, то оставлю его себе, так как более чем кто-либо был заинтересован в обладании подобным девайсом. «Перевод инструкции на русский, что и как надо делать, остальное – моя забота», обозначил свой интерес Никит Никиф Никифыч. Вернувшись домой, я первым делом развел порцию протеинового коктейля. Ванильный вкус оказался таким же мерзким, как и банановый. После нескольких лет применения данного продукта, любой из ароматизаторов данной линейки производителя не мог вызывать ничего, кроме тошноты. Старенький компьютер после включения какое-то время бесшумно работал, однако стоило процессору чуть нагреться, как шуршащий звук вращающихся вентиляторов наполнил однокомнатную квартиру мерным гулом. «Ну-с, приступим!» – сказал я себе под нос, выводя на экран электронную клавиатуру. Переключившись на китайскую раскладку, ввел иероглифы адреса, отпечатанного на коробке. Закономерно получив уведомление о блокировании данного интернет-ресурса в соответствии с каким-то там федеральным законом, я очертыхнулся и запустил VPN-клиент. Попасть на сайт производителя удалось только после того, как указанный IP совпал с адресом на территории самого Китая. Ого! Не сдержавшись, выразил я свое удивление вслух. На главной странице имелся рекламный буклет, из которого следовало, что браслет не только воздействует на организм, снижая его вес, но и производит обмен данными с медицинским центром. Протокол связи осуществлялся по Wi-Fi, но, как я понял, все это работало только в Китае. Ну, теперь понятно, почему он не включается. Глянув на лежащую подле меня на столе коробку, сказал я сам себе. Впрочем, то, что браслет, судя по всему, все-таки работал, позволяет тучным людям снижать избыточный вес, подтолкнуло меня к желанию в этом разобраться. Помимо видеороликов, на которых в ускоренном темпе отображался процесс похудения того или иного китайца, на сайте имелась и текстовая информация. Многое было непонятно, мое знание китайского все еще оставляло желать лучшего. Впрочем, перевести предупреждение о том, что лечение опасно для людей, имеющих вес менее 120 килограмм, удалось с первого раза. Интересно, как это браслет сможет получить информацию о весе? Задумался я, после чего сообразил, что, скорее всего, здесь дело в обмене данными с медицинским центром. Решив узнать, что это за медицинский центр, я перешел по ссылке, но вместо ожидаемой инфы наткнулся на правовые акты и параграфы законами. Китайский юридический язык оказался еще той головоломкой. Ежеминутно пользуясь словариком, я кое-как продрался через казуистику и смог понять только то, что в случае покидания территории Китая браслет подлежит изъятию силами таможни. Ого, похоже, что у этой компании есть подвязки в правительстве. Придумать другое объяснение, объясняющее интерес к государственной структуре в делах коммерческой организации, не получалось. Несмотря на взращенный социумом во мне инфантилизм, я загорелся идеей активировать браслет. Прикинув свои возможности, а также требуемые навыки, я потянулся к краю стола, на котором лежал мобильный телефон. «Колян, ты занят?» «У меня тема есть, но ты вряд ли с ней справишься». Позвонив своему единственному другу, я неумело подначил доморощенного программиста-хакера. «Ну, давай, выкладывай, что у тебя там». Зная, что по пустякам я не стал бы его донимать, он приготовился слушать. Пересказав, как мог, на словах то, что удалось понять и узнать про браслет, я скинул ему ссылку на сайт производителя. Квартира Коляна находилась несколькими этажами выше моей, и все свое свободное время он проводил, просиживая за компьютером. Пиво, как и другие алкогольные напитки, он не употреблял от слова совсем, аргументируя свою позицию требованием к ясности разума и остротой восприятия при работе в сети. Ждать результата я не стал и пошел на кухню перекусить. Через четверть часа раздался звонок в дверь. Как я и предполагал, Колян смог попасть на сайт производителя, но ни черта там не понял, зная только языки программирования, английский и зачатки французского. «Чай? Давай!» Сделав большой глоток из кружки, он уселся рядом со мной перед экраном компьютера и принялся задавать вопросы. «А это что? А здесь что написано?» Через полчаса у него был готов какой-то план. Не став посвящать меня в детали, он приватизировал клавиатуру и бодро принялся выбивать на ней дробь. «Глядя на то, как стремительно открываются и закрываются окна на моем компьютере, я заподозрил, что мой комп не так уж и стар и менять его в ближайшее время нет никакой необходимости. «Компьютер у тебя говно! Надо менять!» Спустя десять минут работы Колян отодвинул от себя клаву и пояснил. «Мне пришлось по удаленке на свой сервак заходить. Через твою рухлядь я бы до вечера возился!» «Денег на апгрейд нет!» Сделав вид, что не помню о его давнем предложении продать свой устаревший компьютер, я поспешил перевести разговор на интересующую тему. «С браслетом-то как? Придумал что-нибудь?» «Заплатить все равно придется! Блок Wi-Fi не так уж и дорого стоит!» Скептически хмыкнув на сетование об отсутствии денег, Колян принялся объяснять то, что он придумал. «Мало что поняв в специфических терминах, которыми сыпал Колян, я уловил главную идею. Железо, то есть мой компьютер, будет думать, что территориально находится в Китае. Передавая и принимая сигналы из медицинского центра, комп станет неким связующим звеном, через который пойдет информация на браслет. «Пойду к себе, напишу пару прок, к вечеру, думаю, будет готово!» На прощание сказал он. Через два дня Колян обнаружился перед моей дверью, звонящим в звонок. Я внеурочно решил сходить в магазин, за что и был тут же отчитан и признан виновным в том, что не известил друга о своем намерении. «Ладно, ладно!» Зная, что перешутить, странный юмор парня мне не по силам, я открыл входную дверь и пропустил его вперед. «Сам-то что так долго возился?» Оставив мои слова без комментария, Колян прошел в комнату, не утруждая себя сменной обуви. Судя по хорошо заметному нетерпению, ему самому было интересно узнать, получится ли у него обмануть китайскую технику. Взяв так и пролежавшие эти дни на столе коробку, он достал браслет и осмотрел его со всех сторон. Не обнаружив ни разъемов, ни портов, доморощенный программист и хакер хмыкнул, после чего положил девайс на стол и более к нему не прикасался. За прошедшие два дня Колян написал не две, а целых пять программ и теперь собирался установить их на мой комп. Не препятствуя, я спокойно наблюдал за его действиями, пока до меня не дошло, что вместо того, чтобы воткнуть флешку и запустить файлы, он снес Windows. «Ты че наделал-то?» Выразил я свое возмущение. «У тебя комп теперь условно находится в Китае. Мне проще все снести, чем маскировать русскоязычный ВИН и крякнутый офис». Продолжая колдовать над клавиатурой, отмахнулся от меня Колян. Не столько переживая из-за утраты Windows, сколько из-за хранившихся на жестком диске сейвов компьютерных игр, я поджал губы, чтобы не высказаться вслух. Колян же продолжал делать свое дело, скачивая какие-то приложения сети. Судя по выскакивающим иероглифам, источником дистрибутивов были китайские серверы. Друг хорошо подготовился и знал, что и где брать. Решив ему не мешать, я ушел на кухню, где и занялся приготовлением перекуса. На запах съестного подтянулся Колян. Взяв себе один из бутербродов, он откусил добрую треть за один раз и принялся жевать. Попытка поговорить с набитым ртом не увенчалась успехом, но я и по жестам понял, что все готово и можно начинать. «Пошли давай!» Наконец-то прожевав, сказал он, «Если ничего не выйдет, просто вернешь браслет и дел с концом». Меня такой подход не сильно вдохновил, так как за время ожидания я невольно нафантазировал себе, как изменится моя жизнь и невольно хотел, чтобы у нас все получилось. «Так, сигнал есть! Давай, делай что-нибудь!» Оторвавшись от бегущих по экрану символов, повернулся ко мне Колян. «А что делать-то?» растерялся я. «Ну, одень его, что ли!» предложил он. Взяв со стола металлическую полоску, не имевшую на своих концах никаких креплений, я неуверенно опоясал запястье левой руки и сомкнул концы браслета внахлёст. Прямо на моих глазах металл буквально сплавился, не оставив даже намёка в том месте, где должно было быть соединение. «Дай-ка я посмотрю!» Ухватив меня за руку, Колян без церемона осмотрел браслет, после чего авторитетно заявил. «Не тянул» или что-то подобное, сплав с памятью формы. «Нихера себе!» выдохнул я. Впрочем, моего ошарашенного состояния парень не заметил, углубившись в поступающие на компьютер данные. Что конкретно делал Колян, я даже не пытался понять, бездумно крутя на запястье браслет и пытаясь угадать, где у него шов. «Ну всё, считай, работает!» Порадовал меня друг. «Обмен данными идёт, так что это хреновина, не просто полоска металла, а высокотехнологическое изделие!» «А энергию на работу, откуда оно берёт?» «Батарейку, как подзаряжать?» Озадачившись длительностью работоспособности браслета, поинтересовался я. «Батарейки от прошлый век! Думаю, здесь на разности температур внутренней и внешней поверхности гаджета всё реализовано!» Отмахнулся он. «Колян, тебе не кажется, что такие штуки должны стоить баснословные деньги?» Впечатлённый способом застёгивания и выработки энергии, я впервые задумался о возможном наказании за незаконное владение данной вещью. «Главное, чтобы тебя не поймали!» заухмылялся он. «Главное, чтобы меня не поймали!» Повторил я мысленно, после чего мой взгляд упал на потёртую коробку. Скольким ещё людям Никиф Никифыч предлагал купить браслет, я затруднялся сказать. Но непрезентабельный вид упаковки говорил о десятках рук несостоявшихся покупателей. Впрочем, переживать о сделанном было уже поздно, от этого не становилось легче. Как и всегда, находясь в стрессовой ситуации, я почувствовал, что становится жарко. Не зная, что теперь делать, я попытался снять браслет, но у меня ничего не получилось. Полоска металла плотно обхватила кожу и только обильное потоотделение давало возможность слегка смещать гаджет вокруг запястья. «Значит так, смотри сюда!» Указывая рукой на монитор, Калян повернулся ко мне в полоборота. «Если в этом окне значения меняются, то всё в порядке, если нет, то сразу же звонишь мне». «С меня пиво!» Пошутил я, стараясь скрыть от друга своё состояние. «Да пошёл ты!» «Зная, что я знаю, что он не пьёт», улыбнулся парень. На следующее утро после проведения ежедневных гигиенических процедур я встал на весы и не поверил своим глазам. «Мой вес, менявшийся ранее в пределах 400 грамм в ту или иную сторону в течение недели, сегодня показал рекордно низкое значение. «Минус 2 кило!» произнёс я вслух, после чего подумал, что это уж как-то очень много. Посмотрев на браслет, по-прежнему опоясывающий моё запястье, я поймал себя на том, что нервничаю. Не имея возможности контролировать работу гаджета, я невольно представил себе самого себя, исхудавшего через несколько недель настолько, что кожа станет висеть складками, делая внешность похожей на одну из пород собак. Позвонив Коляну, я поделился с ним одолевающими меня сомнениями, на что парень сказал, что сейчас подойдёт. Живущий со мной в одном подъезде друг появился на пороге квартиры в тапочках и сильно заспаном. Глянув на часы, я виновато улыбнулся. Циферблат показывал начало девятого. Для засиживающегося глубоко за полночь программиста сейчас было даже не ранее утро, а глубокая ночь. Пройдя в комнату, он занял место перед компьютером, после чего просидел перед монитором секунд тридцать. «А почему он выключен?» С возмущением в голосе Колян повернулся в мою сторону. Спать ложился и выключил. Пояснил я очевидное. «Нахера выключил?» Возмутился он. «Браслет же без вай-фай-сигнала остался!» «Ну и что?» Решив не сознаваться, что даже не подумал об этом, я пожал в недоумении плечами. «Мы же его запустили, теперь будет работать!» Посмотрев на меня долгим взглядом, Колян выдухнул, решив, видимо, ничего больше не говорить. Наклонившись под стол, он включил системный блок и дождался загрузки операционной системы. Еще минут пять ушло на то, чтобы запустить самопальные проги, после чего он принялся там что-то делать. «Поздравляю!» С разочарованием в голосе произнес он еще через четверть часа. «Обмена данных нет и восстановить его никак не удается!» «Да?» Не зная, что еще сказать, произнес я. «Да!» Передразнил он меня и предупредил. «Браслет, кстати, не сдох, он излучает короткий Wi-Fi сигнал где-то один раз в пару минут, и что это такое, я не знаю. Впрочем, если хочешь, то можешь и дальше носить его на руке». Оставшись один, я еще какое-то время постоял перед компьютером, решая, что теперь делать. По уму надо было избавляться от браслета, но на все попытки его снять полоска металла никак не реагировала. Более того, если придется подходить к решению данной проблемы радикально, ломая гаджет, то тогда образовывался долг в 20 тысяч Никиф Никифычу. На мониторе по-прежнему было раскрыто окно программы. Решив посмотреть, что Колян там тыкал, я уселся в кресло. В раскрытом окне имелись какие-то иероглифы с цифрами. По илозе стрелочкой по экрану я покрутил список снизу вверх, а потом сверху вниз. Хрень какая-то! Оттолкнув бесполезную мышь, я задумался о том, чем бы заняться. Продолжавший работать экран компьютера напомнил о том, что все мои игры, как и закладки в браузерах, а также аккаунты в соцсетях пропали вместе с переустановленным Windows. Я давно уже хотел вернуть себе старую версию XP вместо восьмерки, так что выключив комп, полез в ящик за коробкой со старыми дисками. Привет! Ты где пропал? Звонок мобильного застал меня в момент установки крякнутого офиса на пиратскую XP. Здравствуй, Оля! Прижав плечом трубку к щеке, поздоровался я. Дома с компом вожусь, Windows накрылся, переустанавливаю все. Мы же на сегодня договаривались, забыл? Обиженно просипела в трубку она. Или ты решил взять свое обещание назад? Забыл я, забыл, скоро приеду. Не желая расстраивать девушку и говорить ей, что давно уже разочаровался в ее опытах, ответил я. Что тебя через час? Явно обрадовавшись, Ольга прервала связь. Ох, 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 кряхтя я встал с кресла, которое радостно скрипнуло, избавившись от нерассчитанной изготовителями офисной мебели нагрузки. Дела мои тяжкие. В одно из зимних воскресений, где-то полгода назад, Ольга впервые появилась во дворце культуры. Отсидев вместе со всеми в актовом зале лекцию о пользе здорового питания, она подошла к нескольким слушателям. Но ни в тот, ни в следующий раз на ее предложение никто из тех, с кем разговаривала девушка, не согласился. В третье воскресенье, после окончания лекции, я сам подошел к Ольге, так как уже успел узнать от знакомых, что именно она хочет. Я согласен, сказал я тогда, решив воспользоваться оказией и познакомиться с симпатичной девушкой. Надоело таскать лишний вес и гробить здоровье? По инерции подначила меня Ольга, после чего слегка смутилась, сообразив, что я сам подошел и меня не надо подбивать на слабо. Ну, я считаю, что все люди так или иначе гробят свое здоровье. Имея достаточно времени, чтобы придумать красивую фразу, уверенно заговорил я. Портят зрение, просиживая за компьютерами по восемь часов изо дня в день, вдыхают отходы производства на заводах и в шахтах, получают грыжи и надсаживают спины тасканием тяжестей. У любой работы найдутся неоцененные риски. А ты, значит, оценил риски? Ударившись в другую крайность, стала набивать себе цену Ольга. Я решил, что, соглашаясь, я ничем не рискую, но если у тебя что-то получится, то я буду первым или одним из первых, кто сможет воспользоваться плодами твоего труда. Выдал я импровизированный ответ. Понятно. Наконец-то, взяв себя в руки, девушка смогла ответить нормальным тоном. Кратко рассказав друг другу о себе, мы расстались. договорившись, что я буду приезжать к ней каждую среду во второй половине дня. Оля работала ассистентом в лаборатории роддома и в свободное время пыталась самостоятельно разработать средства борьбы с ожирением. Не имея возможности проводить эксперименты над хомячками и крысами, девушка искала людей, согласных сдавать генматериал для исследований. За полгода, что я появлялся у нее в лаборатории, наши отношения никак не изменились. Ольга была вежлива и корректна, не позволяя себе ни дружбы, ни отчужденности. В общем, моя надежда на развитие знакомства в нечто большее давно уже развеялась. И я ни раз и ни два уже давал себе обещание прекратить бесполезное общение. «Сегодня в последний раз съезжу, хватит уже!» Опять пообещал я самому себе, собираясь на улицу. Перед тем, как выйти из дома, я глянул на себя в зеркало прихожей. Безразмерная футболка условно скрывала валики брюшного жира. Такие же безразмерные шорты длиной чуть ниже колен нивелировали чужое внимание к моим тумбообразным конечностям. Одетый на запястье браслет смотрелся олиповатым пятном и невольно привлекал внимание. Вспомнив слова Коляна о том, что гаджет периодически что-то там передает, я сообразил, что в городе браслет вполне может зацепить фри-вай-фай какого-нибудь кафе. Узнавать, что из этого может получиться, я не хотел, так что оставалось срочно избавиться от непонятного устройства. Ножовка по металлу хранилась на балконе, как и многие другие инструменты, оставшиеся в наследство от переехавших в центр города родителей. Потратив пять минут на разгребание завалов, я извлек пилу и вернулся в комнату. Да, мысленно скривился я. Зубчатое полотно было сильно сточено, более того, пила оказалась кое-где тронут ржавчиной. Подергав тугую прилегающий к запястью браслет, я понял, что подсунуть что-либо между кожей и гаджетом не удастся. Перехватив ножовку поудобнее, я сделал пробный надпил. Вопреки уверенности, что у меня ничего не получится, зубья полотна оставили довольно глубокие зазубрены на гладком металле. Нормально. Подбодрил я сам себя, после чего усилил нажим и тут же сдавленно прошипел. Сука! Перепиливая мягкий металл, я то и дело цеплял кожу, причиняя себе боль. Впрочем, эта боль не шла ни в какое сравнение с той болью, которую мне доводилось испытывать в школьные годы, когда куражащиеся одноклассники утверждались в своем превосходстве над толстым сверстником. Фух! Выдохнул я, стряхивая с истерзанного запястья остатки перепиленного браслета. Покраснение и царапины, оставшиеся на коже, я обработал перекисью водорода, после чего перебинтовал руку. Повязка вышла кривой, справляться одной рукой было несподручно. Глянув на себя в зеркало, я лишь вздохнул. Вместо привлекающего к себе внимания браслета на моей руке красовался белый бинт. Подумав, я стянул с себя футболку, заменив ее на рубашку с длинным рукавом, после чего наконец-то вышел из квартиры. Роддом, в котором работала девушка, находился в соседнем районе. Перед главным входом ежедневно толпились будущие отцы. Пройдя мимо, я зашел в здание через боковой проход. Черная лестница шла на самый верх. С одышкой поднявшись на второй этаж, я прошел в дверь с надписью «Только для персонала». с возвращением в реальность. Если вам понравилось наше путешествие в мир киберпанка, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова